Раньше, во времена моей юности и детства, во всех школах и уроках труда делались классические табуретки. Табуретки ребята любят мастерить. В селе Карагали такая, сделанная своими руками, есть у каждого школьника. Александр Севастьянов – учитель труда в местной школе. Умеет заинтересовать молодёжь. Так вместе с ребятами он соорудил мини-корабль. За штурвалом может быть только один человек. Он и капитан, и юнга. Под этим парусом можно отправиться в небольшое путешествие по Волге. На уроках труда ребята моделируют суда, ракеты и делают всё то, что модно и в наши дни. И вот с восьмого года решили сделать квадроцикл. Вот я им помогаю. Говорю, здесь металл они принесли, бегите в школу, притащу. Будем собирать квадроцикл. Вот это они хотят сами. Захотели, я их ничего не заставлял, они сами в этом плане решили. В своё время во всех школах это было. Я же помню, туалетки делали. Чё только не делали. Это было. Потом, очевидно, кому-то показалось, что это достаточно опасно работать ребятам со станками. И, может быть, и это стали немножко уходить в прошлое. Проще, конечно, посадить, лекцию прочитать, а потом с них спросить, зачёт. Ну и оценка есть. Уроки труда так интересно проходили далеко не в каждой школе. Курс начальной школы для большинства из нас был одинаков. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать, насколько люди хорошо помнят всё то, чему их учили в начальных классах. Например, все мы учились умножать столбиком. А вспомнят ли сейчас, как это делается? Помните умножение столбика? Так, давай вспоминать. А что вы хотите? Вот это? Да-да-да, умножение столбика. Ладненько. А, это не деление, всё. Помните умножение столбика? Так, надо посчитать? Да, посчитать. Помните. И все, посчитаем. 6 в 6, 36, 3 в уме, 4 на 6, 2, 4, 7, 2 в уме, 2 на 6, 12, 4, то есть 1476. Как видите, таблицу помню. Конечно, наверное, что-то более сложное сбывается, если не применяется. Но основу это точно помню. Этот тортик готовится без печки, без духовки. Может сделать ребёнок, угостить родителей к празднику. Сегодня у нас тоже праздник. Торт по случаю. Повод есть. День учителя. Преподаватель технологии Адели Калиева лишь направляют школьниц торт. Поэтому рецепт они уже готовили. Сегодня, что называется, отработка. Рецепт прост. Пряники измельчить и покрыть слоями крема, который состоит из сметаны и сахарной пудры. По общеобразовательной программе дети готовят всю первую четверть. С пятого по восьмой класс. Дети готовят и супы, первые блюда, салаты, запекают, делают пироги, пирожные. Детям очень нравится. Это их любимый урок. Они бегут, даже если болеют, если на больничном. Это кажется невероятным. Готовить, шить, строгать в школе. Правда, кабинеты раньше были оборудованы иначе. Швейные машинки, плиты, разделочные столы. Перед практикой обязательно теория. Основы закладывает начальная школа. Продолжаем наш эксперимент. Следующее задание кажется простым. Но только на первый взгляд нужно вспомнить, как пишется прописная буква А. Умножение бывает, забывается. Да, а так, ну, это все нужно. Как-то так. Мы нас учили красиво выводить. Вы имеете в виду прописную Али? Да, прописную. Вы думаете, вспомню ее? Я только учусь с ним просто буквки писать. Люди стали меньше писать. Это ни для кого не секрет. Все связываются по видео или отправляют голосовое сообщение. Сообщения стали набирать реже. Что уж говорить о письмах. Сейчас их мало кто пишет. Дети слишком зависимы от современных технологий. Психологи отмечают, интернет может быть опасен для школьников. Есть проблемы зависимости от игр и от сети в целом. В Астрахани даже появился специальный центр, где отслеживают сайты, которые могут быть опасны для детей. Смотрят странички, где родители могут обратиться с вопросом, что, например, подросток сидит в каких-то непонятных группах, можно обратиться за помощью, и специалисты отследят, что за информацией, соответственно, оказывается ли деструктивное влияние на этого ребенка. В центре работают социальные педагоги, психологи. День учителя они тоже празднуют. Центр существует несколько месяцев. Здесь оказывают бесплатные консультации психологов, логопедов. Пока родители на консультации общаются с психологом, с ребенком занимается педагог. Порой даже учат стихи. А смогут ли астраханцы воспроизвести стихотворение, которое каждый учил в школе? Продолжаем наш эксперимент. У лукоморья дуб зеленый. Дальше нужно продолжить. Золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. В ходе нашего эксперимента ко дню учителя большинство астраханцев вспомнили все, чему их учили в начальной школе. Особенно легко люди умножали столбиком. А вот вспомнить, как пишется буква А прописи, удавалось далеко не всем. Впрочем, все участники отмечали, что учителя заложили хорошую базу, за что им благодарны. Алтана Урумбаева, Игорь Нифиденко, Центр новостей.